Гурудев, как в корпоративном мире, можно быть конкурентоспособным и успешным, и в то же время быть дружелюбным с окружающими. Да, это две разные стороны вас. За один приём пищи вы едите и окрошку, и пудинг. Ничто не мешает вам есть и то, и другое. Правильно? Одно солёное, а другое сладкое. Но вы можете наслаждаться обоими. Точно так же там, где вам нужно быть дружелюбным, сострадательным, будьте таким, а там, где вам нужно быть конкурентоспособным, выкладывайтесь на 100%. Соревнования не обязательно происходят из-за зависти или каких-либо негативных чувств. Соревнования просто означают, что вы делаете всё возможное. На самом деле вы соревнуетесь сами с собой, как бы вы ни поступали раньше. В этот раз вы хотите сделать это лучше, ещё лучше. Так что вам не нужно сравнивать свои результаты с другими. И если вы вообще сравниваете, то только для того, чтобы мотивировать себя сделать лучше. И так же важно признавать других, если они превзошли вас или победили вас, или они делают намного лучше, чем вы. Вам нужно быть дружелюбным с ним. Это поможет вам узнать больше в жизни. Хорошие отношения не являются сдерживающим фактором для духа соперничества. Не надо быть хитрым, грубым. Чтобы быть конкурентно способным. Мы думаем, что если у нас есть соревновательный дух, то нам нужно быть злобными, нам нужно быть грубыми, нам нужно быть безжалостными. Вам не нужно быть такими. Гурудеф, амбиции мешают достижению цели. Могут ли спокойствие ума и амбиции идти рука об руку? Да. Спокойствие ума даёт уверенность в достижении этих амбиций. Обладание лишь одними амбициями может вызвать у вас нервный срыв. Когда у вас есть амбиции, но вы не верите, что их можно реализовать, или если у вас нет внутренней силы идти по пути, какой будет результат? Нервный срыв? Бессонные ночи? Страсть к чему-либо, никоим образом, не мешает обладать внутренней силой, покоем или состраданием. Все они являются частью жизни. Гурудеф, корпоративная жизнь, предлагает нам много денег, славы и власти. Можно ли после всего этого достичь высшей духовной мудрости и как? Соблюдение правил гигиены никоим образом не вредит вашей работе. На самом деле это дополняет. Точно так же духовные практики дают вам вашу внутреннюю силу. В любом случае, вы спите 6-8 часов. Когда вы спите, вы не занимаетесь бизнесом, правильно? Уверяю вас, вы не являетесь бизнесменом 24 часа в сутки. Поэтому несколько минут вашего времени вы можете потратить на сознательное расслабление или медитацию, проводя время в мудрости. Это дополнит любую другую вашу деятельность. Значит, можно быть просветленным бизнесменом. Да, да. Кабир был рабочим ткачом. И вы видели Мачаю, который был сапожником. И есть люди Кумбара. Был один, который делал горшки. Он был просветленным святым. И точно так же есть много поэтов, много профессионалов. Почти в каждой профессии были люди, которые были в мудрости, кто получил просветление. Так что я думаю, что любая деятельность, любая профессия будут продуктивными для духовности. Если они выполняются этично, всё, что делается неэтично, определённо будет препятствовать вашему духовному росту. Как организации должны воспитывать в своих сотрудниках предпринимательский дух? В первую очередь, они должны понять, что это дерево даёт им тень, его нужно беречь и поливать. И важно чувство сопричастности к делу, на которое они работают. Хорошо, я немного поработаю, возьму то, что мне нужно, и уйду. Должно быть чувство связи или чувство принадлежности к самому бизнесу. Тогда есть почитание, уважение к его процветанию. Когда вы знаете, что это корова, которая даёт вам молоко, вы обязательно её кормите и чувствуете принадлежность. Точно так же бизнес поддерживает вашу жизнь, ваш дом. И если вы позволите бизнесу рухнуть, в конечном итоге вы окажетесь в проигрыше. Многие святые в стране говорят, что работу важно почитать. Если вы сможете рассматривать работу как источник средств к существованию и придавать ей святость, тогда многое изменится. Гуру-деф, как человеку быть уверенным, что усилия, которые он вкладывает в организации, по достоинству оценены? Чем увереннее человек, тем талантливее человек. Тем больше он чувствует, что он признан. Это говорит о том, что вы уверены в своих силах. Лучше сосредоточиться на этом. Когда дело доходит до получения подарков, вы должны чувствовать, что вы их недостойны, потому что у вас есть больше, чем вам нужно. Это то, что делает вас скромным. А что касается наград, то есть разница в милости и даре, которые вы получаете от Божественного. Здесь вы всегда чувствуете, что не заслуживаете того, что получаете. И это признак блаженного счастливого состояния. Но когда дело доходит до ваших действий, и когда вы чувствуете, что недостаточно вознаграждены, это показывает, что у вас много талантов, и вы можете сделать ещё лучше. И помните одну вещь. Однажды все ваши усилия будут признаны. Когда я скромен в роли лидера, люди принимают меня как должное. А если я твёрд, то они считают меня бесчувственным. Как мне справиться с ситуацией? Слушай свою совесть. Если вы не проявили сострадания, ваша совесть ужалит вас. Забудьте о том, что говорят другие. Вам не нужно обращать слишком много внимания на то, что говорят другие. Мнения людей меняются. Их мысли меняются. Их комментарии меняются мгновенно. И если мы основываем все наши действия на чужом мнении и чужих чувствах, на эмоциях, то мы придём в никуда. Поэтому мы должны прислушиваться к себе, к своему собственному сознанию. В наши дни, если вам приходится увольнять людей и принимать трудные решения, теряете ли вы свои человеческие ценности при этом, или как вы с этим справляетесь. Когда вам нужно спасти бизнес, и для его спасения вам нужно уволить некоторых людей. Вы должны это сделать. И не нужно слишком эмоционально относиться к этому. В противном случае, если весь ваш бизнес пойдёт ко дну, вы не сможете помочь даже тем немногим другим, которые в другом случае были бы спасены. Да, вы можете дать им лучший пакет. Вы можете проводить их состраданием в том смысле, что можете сделать всё возможное для людей, которых вы увольняете. Такие тяжёлые решения плохо сказываются на жизни и карьере людей. Привлекают ли бизнес-лидеры плохую карму за такие решения? Когда приходится принимать решения, это не приносит плохой кармы или чего-то ещё. Вы должны видеть свои возможности и свои потребности. Очевидно, что вы не можете накормить всё население. Вы должны помнить, есть высшая сила, которая заботится о жизни каждого. Вы делаете всё лучшее, что можете. Если вы думаете, что я не буду есть, пока не накормлю всех голодных людей в мире, вы не сможете кормить других вовсе, правильно? Нам нужно быть практичными во всех этих вопросах. Эмоции имеют место быть, без сомнения. Но мудрость следует ставить выше эмоций. Гурудев, в недавнем прошлом у людей были личные профессиональные неудачи. Не могли бы вы поделиться с нами способами вернуть надежду? Когда для человека наступают сложные времена, это слишком тяжело. Это кажется непреодолимым. Но когда то же самое происходит и с людьми вокруг, каким-то образом это приносит людям подсознательный комфорт. «Страдаю не только я, но и другие». И им каким-то образом удается держаться на плаву. Так что лучше держать глаза и уши открытыми и узнавать, что есть люди, которые находятся в гораздо худшем положении, чем мы. Нам лучше. Это даёт большие надежды. Хотя это не самое здоровое состояние, по моему мнению. Но, по крайней мере, это как-то влияет. Это просто даёт немного больше уверенности и надежды. Опять же, здесь я бы сказал, что медитация, духовное знание, мудрость чрезвычайно полезны. Чтение Бхагавад-Гиты, Арджуна, который был воином, изучал Гиту, и на нём лежала огромная ответственность. Это не разговор с монахом. Люди думают, что Гита и всё остальное предназначены только для отшельников и монахов, а не для нас, домовладельцев. Гита обучает человека, на котором лежит огромная ответственность. Чтение Гиты может быть большим благом в мрачные времена. Мудрость, медитация и служение обществу — это ещё один аспект жизни, который может поднять ваш дух. Обратитесь к тем, кто нуждается. Поделитесь с ними. Когда вы начнёте делиться, вы обнаружите невидимую силу или мощь, которая поднимается внутри вас. Сейчас всё налаживается, и люди возвращаются к работе. Некоторые из них также немного напугано, что лидер может сделать сейчас, чтобы поддержать свою организацию. отбросьте все воспоминания о подышающем времени. Двигайтесь дальше. Светлое будущее есть. И у нас много дел. Эти волны стихли. Мы должны двигаться дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова